привет друзья с вами людмила хамула продолжаю рубрику пустые баночки часть 2 июнь и часть 2 умерли у меня пищевые продукты пищевые добавки от компании faberlic но не только 2022 года июнь 2022 года на мне помада вельвет kiss вот такая вот помада колпачок на магните в оттенке 40 580 но опять таки все ссылки артикул я прикреплю видео тех товаров от компании faberlic которые есть на сайте обязательно просмотрите и ну и прикреплю кстати прикреплю видео этого макияжа прикреплю ссылку на эту помаду если она есть так что все читайте в информативном боксе где найти информативный бокс название видео там будет еще нажимаете на еще и там весь список там мои социальные сети телефоны ссылка для регистрации мою команду подарок две с половиной тысячи тенге до бонус компания faberlic дарит новым покупателям ссылка на товары которые я представляю ссылки на видео макияжных видео там распаковка в общем некоторых видео да и естественно будет ссылочка вот на эту помаду давайте приступим так первое что я вижу это закончилось закончился у меня кофе по-моему сейчас компании faberlic нет кофе с зернах который с ароматизатором но у меня еще в наличии есть у меня миндаль и лесной орех тоже мне нравится кофе и от компании faberlic мне нравится вообще в принципе кофе здесь именно вот здесь вот 200 грамм он вот на таком зип замочки но по-моему это у меня наверное в старой версии сейчас компания faberlic придумала по моему другой зип замочек но не суть важно в общем кофе добрый день кофе мне нравится этот здесь кстати есть вот этот вот дегазационный клапан внутри он служит говорит о том что кофе был условия обжарки условия хранения в общем условия всего-всего указывает этот дегазационных клапан вот девочки реально сколько я про это дегазационный клапан и писала и рассказывала и оставляла вам в первом прикрепленном комментарии да опять таки наверное при оставлю потому что вот в одно ухо влетает а в другом вылетает я не запоминаю вот толком для чего служит дегазационный клапан но я обязательно оставлю ссылку вы посмотрите вернее я не ссылку оставлю а прикреплю именно для чего служит этот дегазационный клапан знаете почему я не запоминаю потому что мне вот эта информация не нужна. Ну, кому это важно? Кто прям вот хочет знать, как и где, что выращивалось кофе? Для чего служит деказационный клапан? Для тех... И прикреплю вот этот вот текст, получается. И, может быть, кто-то и запоминает. Я же не запоминаю. Для меня это не важно. Ну, кофе вкусный. Брала, буду брать. Он идет... Кофе молотый. Все. Он молотый. Его можно, кстати, варить, а можно уже просто запаривать. Осадок имеет. В общем, мне нравится кофе от компании Faberica. Насколько я помню, здесь 80% В общем, туда Rabica и Rabusta есть. Вот соотношение процентов я тоже не помню. Но тоже вот в первом прикрепленном комментарии обязательно напишу вам. Мне нравится этот кофе. Еще раз повторю. Мы пьем. Я всегда кофе пью с утра и всегда пью с молоком. Могу без сахара, но с молоком стабильно. Я кофе не пью без молока. Дальше. Гречишный чай с клюквой закончился. Вот этот вот, кстати, гречишный чай с клюквой. Клюква пришла здесь цельные ягодки. А до этого она была порезана. Вот порезана мне не очень нравится. Вот с цельными ягодками мне понравилось. Гречишный чай, желудочно-кишечный тракт. В общем, там вообще он вкусный сам по себе. Он помогает для желудочно-кишечного тракта. Он для иммунитета. Ну, клюква сами знаете для чего. Здесь 50 грамм. Две чайные ложки чая залит 500 миллилитров воды. Кипятком настоит 7-8 минут. Ну, я в стаканчик чайную ложечку укладу. Ну, в стаканчик не 500 миллилитров, а 300. Мне, в принципе, этого хватает. Здесь гречишный чай. Уникальная комбинация микроэлементов в составе зерен татарской гречихи. Благоприятно воздействует на состояние сосудов, защищает усталость и плохого настроения. Ну, еще и для желудочно-кишечного тракта. Плоды рожкового дерева Кэра. Это ароматный суперфуд с легким шоколадным оттенком. Да, здесь присутствует такая сладинка. Вот оттенок шоколадный. Во вкусе оттенок. Вот этот богат полиненасыщенными жирными кислотами и антиоксидантами. Укрепляет иммунитет, помогает улучшить пищеварение. И клюква отлично поднимает тонус и снимает усталость. Повышает защитные функции организма. Мы пьем не для лечения, а для разнообразия. Здесь пакетик такой приходит маленький. И 50 грамм. Единственное, минус 50 грамм. А так, в принципе, пьем нравится этот чай. Дальше. Что не могу сказать про этот чай. Этот чай у нас зеленый в цитрусе со вкусом банана. В общем, банан не чувствую. В цитрусе, да. Но цитрус я тоже здесь не чувствую. Его нужно сам этот цитрус отламывать, кидать в заварник, либо в чайник, либо в бокальчик. Цитруса не чувствую, банана не чувствую. Просто зеленый чай в вычурной вот этой вот упаковке. Как на подарок, возможно, да. Ну, если бы мне подарили, я бы, может быть, сначала бы повосхищалась, но на вкус, конечно, нет. В общем, как он делает? Сейчас скажу. Высоко в тропических горах, как его делают вот этот вот цитрус, что он вот засыхает, да. Где природа чисто, естественно, растет. Невероятно ароматный апельсин. Камсан. Вот, вот так вот. Мы аккуратно вынимаем мякоть апельсина и засыпаем внутрь выращенный на склонах гор мелколистовой чай. Апельсин с чаем помещается в специальную печь, где томится более 10 часов при строго фиксированной температуре. Ну, пишут, конечно, очень хорошо, но на самом деле мне невкусно. Такая уникальная технология позволяет чайным листочкам пропитаться маслами и цитрусами нотками апельсиновой цедры. Натуральный ароматизатор банана придает изысканный тропический вкус и аромат. Сколько здесь грамм? 50 грамм. В общем, мне не понравился. Просто на вкус зеленый чай. Я еще раз повторюсь, если бы мне такой подарили, я бы, может быть, о, нифига себе, повосхищалась бы. На вкус, конечно, нет. На вкус мне не нравится. Тут пишут тоже 1-2 чайные ложечки заварочный чайник. Обязательно добавьте немного цедры. 200 миллилитров кипящей воды. Дайте, она остается 5-6 минут. В общем, не вкусный чай. Немножко еще осталось. Я просто вот эта коробка стоит, занимает место, взяла и выкинула. Не буду брать больше. Дальше закончился у меня артрофорте. Это я пью для суставов. В общем, для суставов, для костей, для суставов. У меня артроз коленных суставов. Здесь 60 капсул. Вы знаете, я пью. Мне помогает. У меня колены не болят, колени. У меня дискомфорта вот эти вот капсулы не вызывают для желудка. Но бывает же, что желудке какой-то дискомфорт. Они такие маслянистые, жирорастворимые капсулы. Здесь у нас масло льняное рафинировано. Смесь масляных экстрактов. Семена черного тмина. Лис лавра благородного. Корень куркумы. Вот корень куркумы, я знаю, он для суставов полезен. Ягоды можжевельника, чайное дерево, это антисептик. Корень сабельниково-болотного. Сабельник есть во всех мазях, растирках. В общем, по-моему, я уже баночку третью выпиваю. Еще заказала. В общем, брала, буду брать. Пока пью без перерывов. Суставы не болят, ноги не болят, ничего не болит. В общем, красота да и только. Дальше у меня тут коробки конфет. Давайте я их так вот вытащу, чтобы они не занимали место. Вот три коробочки конфет. Это вообще как бы молочный шоколад. Не как бы, а молочный шоколад без запаха, без сахара. Шоколадные зверюшки, я имею в виду, как бы для детей. Ну, съели и дети, и взрослые, вот у меня лично. Здесь 100 грамм, они без сахара. Здесь 8 красивых таких зверюшек. Для детей очень это интересно. Вот такой вот формат. А взрослые просто кушают вкусно, чтобы не кушать вредный сахар. Я не говорю, что это удовольствие дешевое, но без сахара конфеты, да, шоколад, он и в магазинах стоит не очень дешево. Этот я брала, кстати, по распродажам. Так он 1214, а вообще, вообще был по 600 с чем-то. То есть в два раза дешевле. Ну, пару коробок. Одна, конечно, была, по-моему, тоже по распродаже за 800 тиге. Пока у нас в Казахстане этого шоколада нет. У нас на летний период в Казахстан не поставляют шоколад в связи с погодными условиями. Поэтому пока не беру. Кстати, на сайте нет ни батончиков, ни шоколада. В общем, не знаю. Наверное, пока что буду в магазине брать. Потому что я не кушаю вредные сладости. Я кушаю сладости только полезные. Я кнула, извините. Закончились у меня вот такие вот батончики. Четыре штуки. Четыре упаковки. Здесь по четыре батончика в каждой упаковке. Вот такие вот они. Получается здесь в одном батончике 84 килокалория. В батончике злаковый батончик. Мюшли, вишня, мака с пребиотиком. Клетчаткой, суперфудом. Без валевого масла, без гмо, без сахара. Здесь 30 грамм. В общем, пока они свежие и они вкусные. Только вот начинают, видимо, срок подходить. Или вы их держите в открытом состоянии. Вот эти вот батончики. То они засохшие и они невкусные. Они вкусные только тогда, когда они свежие. Они мягкие. Они сладенькие. Это мюшли с вишней. Там прям вишня внутри встречается. В общем, я закинула в корзину два вот таких вот. Две упаковки. Смотрю, мне пришло уведомление, что сейчас в корзине только у меня одна упаковка. То есть, одну уже умыкнули. Я пока, наверное, когда заказ буду по текущему 10 каталогу утверждать, наверное, вообще без батончиков оставлю. Ну, ладно, что теперь делать? Как говорится, на всю жизнь не запастешься, а гоняться я за ними не буду. Но так они вкусные. Из всех злаковых батончиков вот эти вот самые вкусные. Но вообще мне в компании Fabric больше всего нравятся фруктовые батончики. Но я их, девчонки, уже давно не видела. Так. Закончились у меня такие вот пачки чая. Вот. Получается три штуки. Три упаковки. Закончился восточный чабрец с кардамоном и экстрактом каштана. Кстати, сейчас в текущем каталоге его можно взять бонусом за покупку. Всего за 469 тенге, по-моему. И там, по-моему, 26 или 20 скидка, или это уже со скидкой идет. Ну, в общем, я две пачки закинула. Вкусный чай мне нравится. Он особенно зимой вкусный. Или в холодный какой-то вечер, да, ну, в зимний. Он согревающий чай. Здесь фильтр 20 простых, ну, в упаковочках пакетики. Чай черный, байковый, чабрец, мята. Вот здесь и чабрец, и мята я чувствую немного. Кардамон чувствую. Листья, черной смородины, корица, экстракт сагандаэля. Экстракт каштана я не знаю, как они... Вернее, черную смородину я знаю, но я не чувствую здесь. А все остальное... Корицу я здесь тоже не чувствую. А вот сагандаэля и экстракт каштана я не знаю, как пахнут. Возможно, в купе все вместе и чувствуется. Мята, кстати, здесь не такая прям сильная. Немного, немного... Ну, что-то где-то далеко-далеко чувствуется. Но, вы знаете, у меня проблемы с желудочно-кишечным трактом, но вот этот вот чай, ну, я его не прям каждый день пью и не прям вот запоями, да, иногда изредка я его пересыпаю в упаковку, у нас есть специально такая красивая упаковка для чая, я туда вставляю много-много чаев разных всяких и компания, фабрика не только, и вот мы пьем иногда какой захотим. В общем, для разнообразия беру, мне нравится этот чай. Один из любимых чаев, это апельсиновый тропик из каркаде и эхинацеи, это кислый чай, он мне нравится, он вкусный, здесь у нас чай черный, байховый, каркаде, плоды шиповника, цедра апельсина, ароматизатор, тропические фрукты, экстракт эхинацеи. Вот и плоды шиповника, и каркаде, он такой, знаете, красненький, красно-черный, он кисленький, он насыщенный, он вкусный, его можно пить холодным летним вечером и днем, он такой освежающий, в общем, это чай мой любимый самый. Ну, для тех, кто не любит, да, кислый чай, это не ваш. Вот этот чай, свекровь, по-моему, выпила, ну, не суть важна, но это ее любимый чай. Я его тоже пью, но для меня он все-таки тоже зимний чай, это земляничный медовый иван-чай сагандайля, здесь у нас иван-чай с медом, ароматизатор лесные ягоды, листья стевия, ароматизатор земляника, экстракт сагандайля. Что хотела сказать, он сладенький, вот поэтому, скорее всего, свою кровь и любит, она у нас очень любит сладенькое все. Ну, для разнообразия мы берем такой. Так, закончился у нас соус сливочный сыр, я его добавляла именно, если что-то мариновала какое-то мясо, чаще всего курицу, я добавляла в какие-то соусы, я добавляла иногда на бутерброды. Из всех соусов, вот этот соус самый лучший, там есть чесночный и грибной, они не очень вкусные, но для маринации, для маринада пойдет, для маринования, а для еды не очень. Ну, сейчас, по-моему, у нас на сайте их нет, я бы еще соус сливочный взяла, он без сахара, он содержит пониженное содержание натрия, то есть соль с пониженным содержанием натрия, содержит коллаген, коллаген нам важен для суставов, для вашей красоты, для кожи, для волос, для ногтей, здесь 250 грамм. В общем, вот. Дальше у меня две мои боровые матки закончились, разные в этот раз. Вы знаете, в Караганде днем с огнем не сыщешь боровую матку. Я пью, у меня миома, она небольшая, но я ее, как мне, как гинеколог посоветовал пить, так я и пью. На постоянной основе иногда делаю перерыв, показываю вам просто, что я пью это. Это боровая матка, но она же трава артилеи. Вот я вообще не люблю чай, когда не в пакетиках, когда рассыпной, вот это вот рассыпной. Но мужа выхода не было, потому что он 6 аптек обошел и не нашел боровую матку в пакетиках, поэтому последний раз он взял вот этот. В данный момент у меня сейчас еще остался там немножко в пакетике в наличии. В общем, пью я, пью для женского здоровья это. Кстати, для половой системы тоже пойдет, и мужчинам тоже пойдет. Но прежде чем пить, конечно, нужно, чтобы и врач вам назначил. Эта трава достаточно мощная, сильная, тем более травами мы можем как и помочь себе, так и навредить. Ну, если вы попьете месяц, мне кажется, ничего не будет, потому что обычно, когда травами лечишься, то от полугода и до года нужно лечиться, чтобы какой-то эффект увидеть. Вот у меня так, вот в этой травке было 25 грамм, она идет рассыпная у нас. Здесь пишут, что 10 грамм, где у нас на русском, 10 грамм, 2 столовые ложки сырья, помещают в маляровую посуду, заливают 10 миллилитров в стакан, нагревают в кипящей воде, закрывают, нагревают в кипящей воде, на водяной бане. В общем, 15 минут, охлаждают, 45 минут, процеживают. Вот это не про меня, я просто немножко насыпаю, поэтому я не люблю рассыпную траву, вот эту вот стоять, постоянно вот это вот, что там делается, я все равно сыплю в бокальчик наш, вот этой с крышечкой, заливаю водой, ну, кипятком стоит, ничего не процеживаю, выпиваю, остатки высыпаю. В общем, так, вот это у нас трава, производство, это у нас планта, фирма, а производство, здесь состав 100% артилле, 1 бокой 100%, по полстакана 3-4 раза в день, ничего себе, а мне гинеколог, советовала по ложечке, по столовой, 3-4 раза в день, а здесь по полстакана аж. Ого-го, ну, здесь, видите, как зальешь, как сделаешь, я-то заливаю в стакан, поэтому я просто в стакан заливаю, я, вообще, ее пьют до еды, я так и делаю, я пью до еды, и, в общем, ну, если я забуду, я могу и после еды, и как в течение, в общем, у меня стоит в бокале, лучше, я считаю, выпить, чем не выпить. В течение дня я выпиваю эти 300 мл травы, мне интересно, чьи они. Это идет у нас область применения в качестве БАДа к пище для поддержания функционального состояния мочи половой системы. Индивидуальная непереносимость, беременность и период лактации – это противопоказания. И хотела бы я узнать, где у нас ее делают. Республика Казахстан, город Шимкент, ТО Планта, это Шимкент. А вот эта уже пришла у меня в пакетиках, вот такая артилья в пакетиках, тут 20 фильтр-пакетиков. Вот я запариваю два пакетика на 300 мл воды. И его у нас делают где? Тоже в Шимкенте. Боровую матку в последнее время только я пью из Шимкента. Ну, мне какая разница, какую пить, лишь бы она была. Но вот сейчас мы ее найти не можем. Шимкенту привет! Так, что у меня? Дальше. Дальше у меня идет, девочки, коралловый кальций. Вот 4 пакета у нас. Все, лето началось, пьем больше. Муж присоединился, жара. Это еще в старой линейке у нас было. Ну, я посмотрела, срок годности нормальная, думаю, надо выпить. А тут что стоит и ждет конца срока годности, да? Кстати, он до какого у нас? До сентября был. Так что, слава богу, я выпила, больше у нас старинок нету. Ну, вот это вот сейчас у нас вот в таких вот пакетиков. Это коралловый кальций. В составе посеребряный коралловый песок и посеребряный песок. В общем, он кондиционер для воды. Тут 12 саше пакетиков. Их не разрываешь. Внутри в каждом пакетике вот этот вот песочек. Кладешь в полтора-два литра емкости. Ну, там от полтора до двух литров. Сейчас я кладу по две штуки, потому что у нас вода летом более вонючая она. Я кладу две вот эти штучки. Заливаю простой водой из-под крана. Пробовала фильтрованной. Тоже вот даже фильтр не помогает. Вот эту вот вонючесть воды, да, избавиться. Вот у нас в Карагандинской области вот сейчас летом. У нас везде меняют трубопроводы. У нас и напор слабый, и вода вонючая. Поэтому я кладу два фильтра-пакетика. Стоит 30-40 минут. И готов к употреблению. Вода мягкая, вода без запаха, вода вкусная. И, в принципе, коралловый песок, это кальций. Он очень важен для суставов. И еще коралловый кальций контролирует уровень сахара в крови. Вот, девочки, это уже постоянная моя покупка. В летний период расход большой. Спирулина и хлорелла. Хлорелла и спирулина. Это водоросли. Здесь 200-200 вот таких вот зелененьких таблеток. Их нужно взрослому человеку 6 таблеток в день. Вы знаете, у меня были противопоказания. Я заметила, если я на ночь выпиваю, ну, я 6 не смогла пить, я по 3 штуки. 3 утром и 3 на ночь. Но если я выпиваю 3 на ночь, у меня вот здесь вот стоит комок. Не взглотнуть, ничего не сделать. И это не единожды было замечено. Прекратила их пить на ночь, и все прошло. Вот этот вот комок какой-то, знаете, как будто бы вы пищу не проглотили, вот здесь стоит. Вообще, хлорелла и спирулина – это кладезь полезных витаминов и минералов. Это водоросли. В хлорелле и спирулине до 70% белка. Это витамины группы В. Это полностью ваш организм, то есть ваши мышцы, ваша сила, ваш позвоночник, суставы, сердечно-сосудистая система, иммунная система, также волосы, ногти, ваша кожа, ваш метаболизм. В общем, очень хорошая штучка. Но вот я единственное исключила в ночное применение пить, потому что я пью и сразу ложусь спать. В общем, я теперь так делать не буду. Я в течение дня выпиваю и хожу, не ложусь, хожу, чтобы она, ну, в течение там, я не знаю, часа, чтобы это все как бы переработалось, провалилось, будем так говорить. Ну, здесь в составе просто сушеные водоросли, хлорелы и спирулины, все. Единственное, у нас зип-замочки, единственное, я, конечно, предпочитаю все-таки вот такие вот вещи, да, таблетки, чтобы были в баночке, а не в упаковочке. Это все-таки субстанция спрессованная. Вот. Ну, брала, буду брать, чуть попозже еще возьму, они у нас не дешевое удовольствие. Я хотела в этот раз заказать по ВИП-программе 70% скидка, но его не было, их нету по ВИП-программе. А так, посмотрела, скидки нет, поэтому думаю, ладно, попозже закажу. Дальше закончились у нас чаи. Это после крови закончились. Антистресс и иммунити. Иммунити она пила, она болела, ну, поднимала свой иммунитет, ну, и так для разнообразия это дровяной сбор. Антистресс, ну, старый эмоциональный человек, конечно, она по любому поводу стрессует. Просто пила так, для, ну, уже и сна нету, да, плохо спит. Ну, я имею в виду пила для того, чтобы успокоить себя, успокоить свою нервную систему. Ну, в общем, антистресс. Они приходят на ЗИП-замочков, 21 фильтр пакетики, обычные, их 5-10 минут держишь, если вы передерживаете, они начинают горчить все травяные сборы, ну, потому что они постоят, вот именно горькими. Ну, я, допустим, не люблю пить горькие, а так вот пропиваю. Ну, мы тоже, семья наша пропивает, моя мама свекровь пропивает, ну, в данный момент это у свекрови закончились. Для разнообразия пьем, да, трава в иммунити, трава ахиноцея пурпуруная, трава чабрецали, земляники, цветки ромашки, трава шалфея, цветки календулы, трава зверобои, ванчайки, праи березовой почки. Комплексная поддержка организма, 100% натуральной травы, контроль технологии выращивания. Есть, конечно, специальные таблицы, как применять их, и у меня на канале есть, я у обратной связи спрашивала, но лично я этой таблице не следую. Я пью тогда, когда мне захотелось. Ну, я все-таки придерживаюсь того принципа, лучше выпить, чем не выпить. И, в общем, пила. Ну, свекровь, скорее всего, также пила. А в антистрессе у нас цветки ромашки тоже есть, и ванчай тоже есть, и плоды шиповника есть. А, нет, в иммунити нет плоды шиповника. Плоды фенхеля, трава лаванды, трава мелисы, трава пустырника, корень валерьяна. Ну, антистресс, сами знаете, это успокоительная система. Тем более, у нас свекровь после инфаркта, ну, уже получается, как два года после инфаркта. Но все равно, как ни крути, все, был инфаркт, сделали операцию, значит, нужно поддерживать свой организм. Дальше закончилась соль. Соль обычная, уэльская, содержит коллаген с пищевыми волокнами. Здесь на 30% меньше содержания натрия. Я этой соли подсаливаю еду. То есть, я никогда варю, солю, а именно подсаливаю. Коллаген есть, 30% содержания натрия, это хорошо, здесь 100 грамм. В принципе, красиво стоит на полочке. Вот такой вот здесь переходник. То есть, хотите, когда покрупнее, не покрупнее, помельче, вот как хотите. А хотите, просто закройте. И будет он у вас закрыт. Красиво стоит на полочке, вот закрыт. В общем, берем тоже периодически, я беру. Дальше у нас, у меня закончился витамин С, ну, как у меня, у нас с мужем. Мы его пьем в респираторно-вирусные заболевания только. Ну, то есть, когда ты болеешь, естественно, врачи прописывают витамин С. То есть, витамин С, он способствует вот этой вот иммунной системе. Защита, да, поднятия иммунитета, защита иммунитета. В общем, мы так пропивали. Здесь 250 миллиграмм. Он для профилактики, вот эти 250 миллиграмм. А вообще, человеку нужно 500 миллиграмм в день витамина С. Ну, мы и шиповник пьем, и кушаем какие-то, да, травушки, муравушки. Ну, дрову, там, я не знаю, фрукты, ну, витамин С вот пьем. В общем, вот. Это iHerb. Это iHerb. Вы знаете, ближе к осени я буду делать заказ на iHerb. У меня, кстати, есть ссылка на сайт iHerb, и есть промокод на 5% скидки для вас. Вы сделаете заказ, в то же время у вас сработает скидка 5%, и мне маленький, маленький бонус упадет. В общем, здесь 110 таблеток. Буду брать ближе к осени, обязательно возьму. Так, это магний, это я пила. У меня магний в норме. Ну, здесь 250 мг, это не для профилактики. Здесь тоже 110 таблеток, это тоже iHerb. Это сердечно-сосудистая система. Это ваше спокойствие. То есть, если вы эмоционально возбудимы, если у вас плохой сон, если у вас какая-то проблема с сердцем, да, вот этот магний назначают, особенно женщинам и мужчинам старше 50 лет. Я пропила 2 баночки, тоже ближе к осени сделаю заказ, обязательно возьму. Мама пьет у меня. В общем, мы пьем, красота, да и только. Ну, по крайней мере, я на сон не жалуюсь, я сплю очень крепко. Не крепко, а сплю. Я сплю нормально, у меня нету бессонницы. Так, что у нас осталось? У нас осталось 2 баночки. Остался у нас Биоси, комплекс для сосудов. Здесь куемзимку 10. Ну, это да, это как фаберлик, куемзимку 10, только это Биоси. Я пропивала, вы знаете, ну, тоже для сердца, для сосудов, в принципе. Холестерин у меня в норме, я сдала вот недавно анализы. ЭКГ сделала, в норме у меня сердечно-сосудистая система. Ну, я думаю, что это все в купе, да, все вместе. Магний, куемзимку 10, омега, витамин Д я пью. И у меня был в декабре месяце немного повышенный холестерин, мне прописали оторвостатин, ну, статины, я не оторвостатин пила, я от тулип пила. Сороковку я на 4 части делила, оно просто выгоднее по цене было, я в аптеке покупала. И вот сейчас в июне сдала, у меня холестерин в норме. Ну, и, соответственно, я пила как раз вот в этот период с декабря месяца. Активно я пила куемзимку 10, я пила магний, ну, и получается, у меня в июне месяце холестерин в норме. Здесь у нас сколько, таблиц, 65, по-моему, капсул, да, 65. И надо принимать 2 раза в день, во время еды, в первой половине дня. Вы знаете, я пила утром и вечером по одной. Вот что-то я как-то для себя, я все БАДы пью всегда утром и вечером, ну, если надо, по 2. Буду ли я брать? Наверное, пока нет. Куемзимку 10 пока остановлюсь, пока не буду брать. Там, туда посмотрим, может быть, зимой, может быть, на следующий год я возьму обязательно. И последнее у меня осталось, это фолиевая кислота. Фолиевая кислота вообще как бы всем полезна, и мужчинам, и женщинам, особенно если вы хотите стать мамой с папой, да, для репродуктивной системы, для нервной системы. Это тоже iHerb, здесь 60 веганских капсул, здесь 400 миллиграмм, я пила одну капсулу в день. С утра мне назначил эндокринолог, гинеколог, именно вот этот вот метилфолат, фолиевой кислоты, именно вот такую вот, без ГМО здесь пишут. В общем, тоже обширный спектр использования фолиевой кислоты, особенно для женщин, для мужчин, кстати, тоже, особенно когда вы планируете стать родителями. То есть, это репродуктивная система, женская, мужская, да, это ваша нервная система, в общем, фолиевую кислоту тоже буду брать ближе к сентябрю, но к осени обязательно возьму. Возьму прям несколько баночек, потому что, даже может быть, баночки 3-4, потому что не хватает мне на период. Я потом еще в аптеке докупаю, а мне эндокринолог, гинеколог советовала именно метилфолат, вот в этой форме принимать. Все, девчонки, все. Сразу говорю, есть противопоказания у всех этих пищевых БАДов, пищевых добавок, период беременности, период лактации, непереносимость каких-либо компонентов, да, это спрашивайте все у врача, безбожно ничего не пейте, как говорится, сдавайте анализы, интересуйтесь у врачей, да, наши пищевые добавки вообще не для лечения, а для профилактики, но, как говорится, не навредил, лучше перестраховаться и спросить. И мой вам совет детям до 18 лет, это лично мой совет такой дружеский, хоть и наши пищевые добавки советуют из 14 лет, там принимают, но мой вам совет с 18 лет, просто детям, ну, зачем влезать в их иммунную систему, они еще до конца не развились, да, если, конечно, у вас нету назначения врача принимать это, то самостоятельно лучше не делать, особенно подросткам, у них как раз такой период, вот этот вот строение, становление юношами, девушками, да, молодыми женщинами, молодыми парнями, мужчинами, и поэтому лучше не принимать, все нужно согласовать с врачом, все, надеюсь, мой обзор для вас был полезен, всем здоровьем, а с вами была Людмила Хамула, всем пока!